чё-то назревает короче я вообще очень сильно удивлюсь если они все выжили сейчас вот после вот этого вот этой жести которая произошла я очень сильно этому удивлюсь вся музыка в ах у меня и другие я не помню что там за песня сейчас гаметал скорее всего предыдущих эпизодах убить одного чтобы спасти остальных это и есть часть выживания не понадобится всего лишь минута избавить тебя от страданий когда я смотрю на кене то вижу разбитого человека разбитые люди могут быть безрассудными держи спасибо не позволим утащить тебя с собой когда все пойдет к чертям бросайте пушки или застрелю этого ебалану живо давай бросай пушки не двигайся не двигайся блять замри при этом год сохраняйте спокойствие все должно холли что внезапно перестрелка все еще идет серьезно мне кажется меня подстрелили я так дышу странно может и нет меня попали попали майк иди сюда клем мы должны уйти где нахуй это херня началась из-за вас они застрелили меня подстрелили они застрелили переводчики блять это я до ползу жены дядь что-то делаешь чего решили спасти ребенка о чем не счет делать бросить его что летомать твою мать его даже не заметил ты молодец крем черт ладно нужно что-то предпринять нас прижали так действует чё ты прекрати болтать действуй да верно не обязательно скурять сигуляцию мы можем просто уйти это твоя вина ты сукин сын по-английски пидорас инглиш мода пока дуэ спидит я всех убью смогу про перебежать то есть и нету возьму его на мушку прикрой меня хорошо ладно ладно хорошо хорошо мне просто нужно отвлекающий маневр хорошо и так по моей команде давай есть чтобы люк дед друг ты в порядке ну попал мне в ногу но думаю думаю пуль прошла на выйдет черт я не знаю все будет хорошо думаю что все будет хорошо ладно ты выйдешь оттуда либо это застрюлю этого пацана заткнись отпустила тени он просто ребенок нет я покончу с этим выходи прямо сейчас будет вырываться щенок думаешь что я блефую дадя ой 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 джейн привет привет как дела можете выходить давай возьму нау ай хэ в машин ган хохохо блять а это то живой еще боже это было это было напряженно думал я думал что все кончено спасибо что вернулась я не знал этого человека я никогда не убивала тех кто меня не трогал тех кто этого не заслужил ты нас спасла да поэтому я его убила но меня грозит совесть а где пацан то живой еще или чё или я пропустил как его убили ты уверена полностью уверена пошли как это случилось она превратилась мы ничего не могли поделать не вини себя к не ты сделал то что должен был чтобы защитить детей она просто потеряла слишком много крови никто не виноват теперь она с элвеном да теперь она с ним не он у себя кому позаботимся там еще покойся с миром пацан кусок говна стой 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 хватит чувак он для снипать как ты можешь так говорить он еще как опасен с дороги он не стрелял брать как он не из тех кто стрелял тот парень мертв то что у него нет оружия не значит что он его не найдет до кона но его нет так что оставь его в покое там есть дом есть еда прошу вас прошу я могу проводить вас туда пиздеж не ли не это правда у нас есть убежище недалеко и еда видишь он хочет помочь не глупи просто пытается спасти свою курс шкуру с какого перепугу ты вообще хочешь нам помочь а я не хочу видеть больше смертей так закрой глаза и сделаем все быстро нам нужна еда нам нужна еда если мы потеряем бы помрем с голоду все остальное уже будет не иметь значения она права киеве на заканчивается припасы стоит рискнуть и проверить это место неважно веришь это ему или нет нам все равно стоит туда сходить туда нам нужно быть осторожнее не думаю что это место далеко отсюда не встревай именно из-за тебя эти у ёпки пришли за нами не винили то это не имеет значение уже неважно почему это произошло нужно жить дальше подумай ребеки у них есть припасы если у них есть припасы то они понадобятся без еды мы долго не протянем ты не можешь упустить шанс если у кого-нибудь конечно есть план получит туда нас есть чем связать этому дозвона да есть кое-что следуй за мной отведу только дай мне повод да чувак он понял лишь бы всех валить как злодей растет у тебя бы чердак не поехал есть потерял бы все своей жизни и смысл существования знаю ты наверное злишься что я ушла но когда я услышал выстрел то я поняла что это была ошибка если тебе будет легче обычно я ухожу насовсем но это сейчас все иначе и что ты хочешь печеньку я рад что ты вернулась я не злюсь я рад что вернулась больше всех не хотел чтоб ты уходила спасибо это хорошо потому что ты главная причина возвращения это ты к тому же было бы печально если меня ненавидела ты меня ненавидела все это время я не хочу печали да уж печаль это плохо я здесь чтобы помочь вам я лишь могу пообещать что никогда тебя больше не брошу да если честно я никогда тебя и не бросала даже когда когда стоил бы а такое было несколько раз не обязательно все время держать его на мышке ты забыл через что мы только что прошли никуда не убежит кенни не обязательно постоянно тыкает него стволом я переживаю за кили он в депрессии должен присматривать мы должны присматривать за ним он будет в порядке как всегда я давно его знаю слишком много всего накопилось это давить на него каждого есть свой предел я сказал же будет нормально или на меня ты единственная кому он доверяет кому действительно доверять значит именно тебе придется его вразумить я сделаю что смогу знаю пошевеливайтесь капуши надо мой в мой словарь занести слоу бокс капуши на дом долго идем тут слышь стой остановитесь надо передохнуть не менее менее я в порядке видите я просто не на ту ногу без перенес ладно жди здесь я сказал когда я тебя до когда я говорю ты должен слушаться понял кенни хорош в этом нет необходимости он это заслужил кенни он понял стой на месте было я пойду говорю с кенни не надо ему так себя вести пацан многое пережил пацан ты в порядок а пацан в смысле тот который убил да пойди поговори с ним если что крем мне поможет не не-не-не-не-не ладно не-не-не-не вот возьми ребенка ладно то есть ты с ребенком что с вами не так а ты о чем все мужики которых я знаю стараются показать какие они крутые ставят других на место кучка доминантных альтов самцов окончается все одинаково не смотри на меня и не такой да они все секун и просто боятся такое случается когда они не знают что делать звучит логично похоже что только женщина могут его вразумить и дженни сейчас этим занимается передавливаю ладно я пока найду бинты а ты долго этом будешь заниматься потому что я очень долго не смогу нажимать ты бонни что прости за что я сейчас вернусь опять этот странный взгляд перед петрович как себя чувствуешь несчестно бывалый луч как мы до этого дошли пешком мы пошли пешком по крайней мере большинство из нас теперь например пришлось тебя например ничто шлах нести я сижу в снегу наперевшись на дерево с пулей в ноге но живой так много друзей умерло просто так я не мог им помочь все кого мы знали просто погибли ник пит элбин бака карлос ты не можешь винить себя все совершают ошибки да но кто-то больше других да хоть на что-то домикаешь там сука слышь на что-то там намекаешь намекает он мне тут типа это я что ли всех убил я мог сделать больше и это не обсуждается я просто знаю это и не и мне придется жить с этим ладно это должно помочь идеально на самом деле знаешь как тени разумить есть один охуительный способ просто охуительный мне кажется он в стопроцентном случае сработает просто дайте ему ребенка возьмите у него ружье дайте ему ребенка все изи что я пропустила я просто говорила о том что стало холодно да здорово что у тебя есть куртка она прикинь я бы не взял бы куртку уверена что если ее постирать то она будет как но я в порядке эй клемм сходи вы меня и повязку у кени у мы наконец-таки увидим это я предлагал ему наверное неудобно что я это не ну ладно ну так нам просто показывали в будущем вроде как эпизод в предыдущем должно было это случиться но короче ничего не случилось сейчас видимо мы это увидим будет щипать но недолго зато ты прозенфицируешь рану я знаю что это делать это будет больно но это нужно сделать а кто ребенка будет держать в этот момент и как ты вообще это все ой блядь у него штанг ой это будет жестко будешь там глаз торчит наверно и муж там сейчас плеснешь в глаз это пиздец начнется ой видовый я тут подумал а давай назовем его элвин младший как тебе а он мальчик да это очень крикативно родителям бы понравилось я думаю его родителям бы это понравилось да мне тоже значит назовем его элвин младший нравится эй джей одобряет все это лучше тебя можно я сменю тебе повязку тебе не стоит этим заниматься ну мне много чем не стоит заниматься ладно давай покончим с этим как брундука ну элвин же отец ну смысл как отец я теперь не понимаю по моему в предыдущем эпизоде ребенок был белее а теперь он какой-то темный что-то они его это измазали все гуталином теперь он будет элвин младший надеюсь я не напугаю этого паренька или тебя ну меня ты уже вряд ли чем-то напугаешь там все прилипло все нормально я тебе доверю ну и что скажешь ну все не так уж плохо я думал там вообще пиздец полный все еще буду краса с тобой все будет хорошо все будет хорошо родная чтоб меня убить потребуется гораздо больше ударов рацией нет серьезно я думал там все гораздо хуже ты подожди не волнуйся все не так плохо да я что-то я не волнуюсь я думал там вообще каша одна ну знаешь будет адски больно ну могла бы и соврать знаешь ли не хочу я тебе врать ух мать твою за ногу не дергайся да 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 ладно ты права извини за выражение младший ты будешь сильнее меня когда вырастешь быть сильным как бы его папа ну не знаю что ему не придется быть сильным ну в плане если кто-то с ним будет рядом сильный ему придется слушать ругательство ну он будет сильным как батя он будет сильным как его отец с виду и не скажешь ну да у Элвина был стержень надо было сдаться Элвин не должен был так умирать я буду думать об этом каждый раз когда буду смотреть на Элвина младшего тетка в школе трудовиком работаю виноват Карвер Карвер убил не ты да наверное но я не могу перестать винить себя где глаз на месте спасибо вы готовите дорогу ну блин как перекисью сначала щипец а потом привыкаешь ручка болевой порог падает хватит скрытничать я вижу тебя скрытень это то самое место я с тобой говорю что здорово мы не хотим тебе делать больно мы не хотим делать тебе больно мы просто хотим узнать где хранятся припасы это самое место где хранятся припасы нет это они в доме еще нужно идти несколько часов да проклятие я знал что так будет этот пацан нас наебывает спасибо не стоит благодарности уже темнеет может нам стоит остановиться на привал да это херня расслабься не говори мне расслабиться я думаю тут нужно перечевать здесь безопасно да это под вопросом ну там есть забор который отгородит нас от ходячих возможно может мы просто провести тихую спокойную ночь пожалуйста звучит неплохо да звучит отлично чёрт прости меня все хорошо малыш все хорошо нам нужно осмотреть это место если мы хотим здесь остановиться ладно ждите здесь я пойду проверю не бродит ли здесь ходячих я пойду с тобой пытайся успокоить его нет в этом сама разберешься не ной показать ему язык тиш 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 все в порядке все хорошо какой-то странный звук здесь у тебя неплохо получается кажется ты ему нравишься он меня раздражает он милый да уж красавец а ведь грудные дети в большинстве своем довольно страшненькие согласен обычно новорожденные похожи на сморщенных пришельцев золотоксианцы мы все золотоксианцы понятно давай возьму его пойдемте там безопасно да я понимаю что они все обречены шансов было бы больше выжить наверное с джейн гораздо больше а из-за ребенка сейчас шансы вообще прям ниже плинтуса просто на выживание он начнет орать при любой возможности просто ни с чего может начать орать и все пойдет просто но я пытаюсь выжить и чтобы как можно больше народу вышло остальное пока не важно для меня сегодня мой день рождения как ты это узнал днем рождения днем рождения ничего не знаю я был рожден секси красавчиком я просто вышел сразу в пиджаке ну и в бабочки и сразу весь роддом такой какой красавчик посмотри на него спасибо спасибо господ за хост да точно с днем рождения спасибо сколько тебе исполнилось 27 45 да верно удивлен что запомнила прямо чувствую что даже не начинай я окончил колледж всего пять лет назад но мне кажется это было лет сто назад не меньше зато теперь мне не нужно возвращать деньги которые взял в кредит чтобы оплачивать учебы если я взял кредит в банке а банк перестал существовать нужно ли мне возвращать деньги на кого учился мне нравилось в школе надеюсь я тоже когда пойду в колледж ну да на кого учился то на кухарку специалист по истории искусства черт почти угадал круто похоже что только и делал что работал официант игорь кухаркой с таким диплом да уж ой ну хватит а в качестве второй специальности изучал агрономию решил врадовать людей но я чуть не забыл и хранил эту бутылку для особого случая раз у тебя день рождения может откроем ее повод подходящий а можно мне выпить нет 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 я не такой человек а где тебя достал билл хранил лепешку вооружейном он не любил когда люди нажрались что значит это слово нажрались ну напивались ему не нравится когда люди пили мне неловко за то что я пью первым эээ погоди а как же тост я не я именинник не будь таким застенчивым если вы хотите произнести тост значит нам всем придется выпить мы можем передать бутылку по кругу начинай а ребенок тоже будет пить за любимых которых мы потеряли и за надежду на то что мы снова встретимся с ними однажды вот неплохо правда я никогда не отличался красноречию ладно я пойду по караулю ему нельзя пить он когда напивается ему все плохо посиди с нами да ладно посиди с нами ножки они посиди с нами не лучше ты грейся клэм пусть идет я посижу возле дыры в заборе позовите если понадобились спасибо кенни прогресс с нами у костра здесь очень тепло да и много места может попозже не думала что она вернется она меня удивила а ведь а я думала понимаю ее hill я Before the Luego дороги дорогие дорогие дороге скорее всего 3 дороги дорогие спасибо максим за хвост я рад что она вернулась нам повезло что она вернулась и этому надо но она помогла нам во время перестрелки поэтому она мне нравится спасибо бонни ты прям мысли читаешь да ладно я просто прикалываюсь это было глупо я тебя время она довольно симпатичная если отмыть ее открою не знаю но мне просто захотел забыть на 10 10 минут мужик да ты скорострел ну да ладно я немного приуменьшил потише здесь ребенок сидит да колем нам не следовало об этом говорить да 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 стойкость над прокачивать стойкость что она вернулась ради тебя сомневаюсь спасибо клем не я не это имел ввиду да все нормально люк просто ты не впечатлил люк у нас еще казано и хватит не скромничай дамочки ведутся на твои уловки я тоже повелась в каком смысле черт я чё это вслух сказала прости за меня говорит алкоголь есть поговорка что утрезвую мужчины это у пьяного на языке именно мужчины что утрезвую на уме ну я же не мужчина а в этом так что не копай мне не копай мне на мозги клемп зайки они и джейн кастру и нельзя стоять на холоде держи может глоточек рома заставит их передумать это ром так давай сначала джейн это чё он там не замерз часом про пацана-то не забыли предложить ром рому как он она не думает что сможет заманить меня туда алкоголем да это сработает а это сработает зависит от выпивки что в бутылке это ром значит сработает как он сладкий вроде я не помню давно ром пробовал нечет не особо зашло не знаю может быть неловко потому что вы с люком занимались этим только если ты сама поставь себя в такое положение все мы взрослые тип того ты не обязательно не бойся быть взрослым что правда ну знаешь я взрослая морально надеюсь это будет просто так и есть люди просто люди любят все условно почему у меня не покидает ощущение что заключает сделку очень вкусно когда-нибудь пила хочешь сделал глоточек я же ребенок ты что я же ребенок ну ладно как хочешь я была не старше тебя когда напилась впервые уже дура я была открыла ящик где родители хранили алкоголь и выпила целую бутылку вкусного ликера новый год бутылка сидра который почему-то мне показался лимонадом мне так сказали это лимонад хочешь попробовать я попробовал пол бутылки выпить просто такой кусь и потом такой просто бочком бочком ушел сколько мне было лет 10-11 но он был вкусный я чё я не виноват но история про ну знаешь это на свадьбе такая типичная история у всех на это было на свадьбе в детстве ты сидел за столом и пил водичку у колокольчик но потом кто-то поменял немножко стакан и случайно не так поставил ну либо ты не к тому месту пришел и хлопнул стакан а дальше все как в тумане на родители рассказывают о том что тебя несли на плечах и ты пел песни чет тип того ну на свадьбе впервые в 22 лет на м7 был на свадьбе первый раз я же не специально я откуда знал что кто-то на мое место сел там водку налил я просто меня отключила нафиг ходила допивать из бокалов до пила походу красный шампанское первый раз попробовал ну в сознательном уже возрасте это первый алкоголь который я попробовал пиво мне вообще не нравился никогда я что один раз глотнул как с кофе обычно бывает первый раз попробуешь кофе ходишь тазировка 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 в 4 самогонку в четыре года оклад давайте продолжим как-то он глупо назывался ликер землетрясение что-то похоже ты была трудным ребенком похоже что да мне показалось что на дне бутылки лежали леденцы поэтому я решил съесть их чтобы достать их мне пришлось разбить бутылку прямо на родительской комнате и она разбилась на тысячи осколков ты попалась попалась да проблема в том что стекло было похоже на леденец у меня такой проблемы не возникало всех вот вот хорошо меня нашла сестра я была пьяная и кровь текла изо рта и жизнь давно я об этом не вспоминала уговорись уговор вот нуждается выпивки больше чем то есть кто бы из нас вы убедили джейн присоединиться группе а я хорош стараясь не ставить себя в неловкое положение я вот сейчас смотрю на всю эту ситуацию реально вспоминаю какой-то год мы на новый год поехали с ребятами на дачу и там короче ну там шашлык-машлык там все дела короче ром был у нас правда он нам всем не понравился поэтому короче этот костер поджигали ну ром же неплохо горит мы все замерзли там было минус 20 минус 30 короче жизнь был здравствуйте хочешь посидеть да не 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 надо а ну ладно садись здесь где тебе угодно догнались водкой и они ребенку предложить и не ром не я зря кончат делу снега поговорим тишь малыш тишь 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 все хорошо ты со мной привет ну привет клин я просто хотел подышать воздухом кенни здесь везде есть воздух прости за то что как я себя повел после того как сарит у я тебя не веню вообще ни разу просто я не мог держать себя в руках надеюсь ты понимаешь что я накричал на тебя не создала ты ты как раз со зла накричал ну блять я сам виноват в этом я не мог знать что пойдет дальше ты бы не обидел не извиняйся не извиняйся я знаю что ты сделал не со зла спасибо спасибо не скучаю по сыну очень скучаю я плохо воспитывал его надел много ошибок несколько лет меня вообще не было рядом я постоянно рыбачил тогда мне нравилось быть вдали от семьи вот эти вот разговоры они ни к чему хорошему не ведут я тебе серьезно говорю кенни ты остановись как можно быстрее но теперь я бы отдал все за секунду с ними хотя бы поиграть сюда с даком кич прятки мячик рисалки я тоже скучаю по даком он был хорошим другом хороших друзей у меня было немного был хорошим мальчиком невинным он просто хотел чтобы все были счастливы как такой хороший мальчик попал в такой мир с ним все будет иначе он будет воспитан правильно я обещаю я не допущу такой ошибки как с даком тебе свет вернуться к остру тоже этих на я не знаю давай так будет лучше для всех но я хотел пацана посмотреть алё джейн тебе не обязательно оправдываться я считаю что нам не стоило это скрывать и не надо драматизировать да все нормально ну я могу подтвердить что на поцелуй времени не было все хватит об этом разговаривали об этом именно ваще у вас нету приватности просто приятно слышать смех да мы сейчас только делаем что пытаемся выпить выжить у нас даже нет времени наслаждаться жизни ребята там у нас короче чувак сбоку стоит мне кажется он привел примерз к трубе и сейчас он умрет и начнет у нас нападать даже что мы не часто можем расслабиться но выпивка нам помогла и точно там дышит так дай-ка бутылку и пацану выпивка больше чем нам поможет похоже что вы хотите потратить хороший рум впустую он потерял сестру мне это тоже не нравится но это же не нравится но мне не хочется чтобы он испортил нам вечер не сказал свое мнение не думаю что этот мальчишка плохой просто иногда хорошие люди делают плохие вещи особенно в этом ужасном мире поэтому я думаю что нам просто нужно ставьте в покое что марюш прости все хорошо все в порядке теперь она в лучшем мире все хорошо все нормально позже на дэнзелла вашингтона похож чем-то вот д дах нити как следует то знает сколько нам завтра придется идти не ну вы конечно садисты блять еще те юпта чувака привязали к трубе блять металлической и подальше от костра блять теперь думаете что он вас поведет куда-то он сейчас блять на пол дороги свалится и сдохнуть нахуй по я пойду как по караулю спасибо тебе кенни правда я не значит ты молодец было весело что было весело что именно было но он по-русски разговаривает ну может от не русский корни русские понятно там я чуть не понял стонет слоты что он поляк может или чех и хуй знает короче корни уверен что в порядке да да в норме есть мне станет хуже я дам тебе знать будь добр это не проблема далеко еще уже близко сочинцы повторяешь это каждый раз когда тебя спрашиваю прошу идем я начинаю думать сзади да ну ёб твою кино сина господи ж боже у это было близко то его появился из ниоткуда быстро был громкий надеюсь что их больше нет нет поблизости надо пошли мы же не хотим оставаться здесь чтобы выяснить это очень близко идем не переживай в общем за тени и не хочу его опять терять двигаешь понимаешь что он скорее всего того но все же там нет кусок дерьма он же не достроен крыши нет что ли мы здесь ради припасов тепло камин уж тепло здесь там есть еда какая разница как он выглядит ты не будешь думать когда проснешься и увидишь покрыто что ты покрыта слоем снега несколько дюймов просто пойдем через реку может быть есть обходной путь я не вижу можно идти лет твердых как говори по-английски урод все нормально идти лет не кучкуйтесь это как минимум может быть нам стоит идти нам не стоит идти рядом наш общий вес будет слишком большой направо я еще лучше лежа ползите даже разделиться для безопасности чем меньше вес тем лучше то есть русский русский пойдет первым если он так уверен все хорошо это у вас такая дистанция нормально что-то у меня плохое предчувствие прям совсем уж и сейчас увижу ебальник снизу я васрусь серьезно обойти можно ну третий провалится в порядке не бойся двое провалится у нас ходячие на хвосте их только несколько все в порядке давай просто доберемся до дома эй куда пошел блять ну что ж хотя бы двое меньше все будет хорошо если мы разделе ах твою ж мать идет же убьет кенни вернись кусок говна не беги нет ни океане не беги не подходи близко еб твою мать ты что ладно окей ну что ж они справились бони или джейн теперь такой выбор твою мать не подходи хорошо я справлюсь все нормально ляг ляг срочно ляг у тебя ходячие там и туда я тебе помогу слишком лед тонкий надо на собой я просто я просто буду осторожно нет 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 куда вы блять вдвоем уходи оттуда уходи уходи тебе нужно убираться оттуда люк да клэм я работаю над этим должна помочь нет ты провалишься клэм вперед помоги ему нет клэм не надо ты ведь легкая ты справишься прекрати говорите это клэм посмотри на меня достань свою пушку упали по этим чертовым ходячим просто выиграть для меня немного времени на прикрыть люка прикрыть люка я не буду лезть туда если я полезу мы упадем просто стреляйте куда ты лезешь то блять дур что люблю совсем я щас тебе в лоб блять выстрелю вы щас вдвоем блять потонете нахуй лет блять господи у меня в команде дебилы блять серьезно ляг нужно было лечь а теперь это вообще не паришься до слишком поздно да нормально ух тышь блять хорошо ты у меня ты у меня где люк давай 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 бегом в дом вот это блять вообще гениальная идея на руки и взять она сейчас замерзнет нахер какие ж вы тупые ну серьезно блять я прям в ахуй как блять это произошло вот камин господи иисусе нам нужно согреть она коченеет чё ты голову вводишь или на ее больше нет его больше нет люка блять нет все произошло так быстро когда лед начал трескаться ты уже ничего не могла сделать ты могла могла помочь ему не слушаю клемм это 4 сейчас не понял вот этого момента ты ебануто что ли слышишь ты понял да она меня обвинила в том что я мог ему помочь ну заебись а я чё делал все это время то есть был ебанутый дуры ты в этот момент я сказал мне подходить ты чё сделала ты подошла кто виноват в том что лед провалился ты виновата не я виноват сукин ты сын это блять твоя вина авра не виноват это рва не виноват люк был ранен из кого вы уронили смотри на это место ебучий карточный домик наверное он и про припасы напиздил что не говоришь по-английски пойти ты нахуй а в тушь блядский коммуняка там пол 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 да хорош кенни кенни прекрати прекрати ни хуя ты быстро ему накидал как что больше не хочешь на такое смотреть чё грисеешься что с ним сделал там есть еще одна сумка он не врал расскажи мне как банка ебаного чили поможет нам накормить ребенка чем он поможет избиение этого пацана до смерти ты виноват ты и твой черт 5 чего и ты черт дерите знаешь это а чего он то виноват в чем в чем он виноват я сейчас чет не понимаю тебя бонни ты блять пенишь всех кроме себя я свяжу его ладно моих помоги развести костер ты в порядке нехило избили майк а где ребенок кто-то бросил ты его блять алю здесь чем разжечь кажется у меня были спички ты сохранил ее конечно сохранил я не знаю как пользоваться инвентарем где ребенок а у а у а лео сейчас будет вам вторая часть фильма по младенец на прогулке да и посмотрю на тебя господь да он тебя мог убить что блять с ним не так проснулся я не снаружи пытается завести какой-то старый пикап держи тебе нужно поесть в порядке чё за фильм младенец на прогулке ну там три мужика похитили маленького ребенка он им такой пиздец устроил это как тисносный дэннис только такой маленький ребенок наверняка смотрели в детстве этот фильм там еще классный момент был когда они схватили ребенка сели на лавку втроем короче прикрыли себя пледом и сидят таки короче коп к ним подходит ребенок в этот момент короче ему знаешь что не штанину короче ну пах начал поджигать зажигалкой он сидит такое-то у меня аккумулятор ты в порядке спасибо поверять не могу что его нет я теряла людей раньше но я давно не чувствовал себя так хреново надо двигаться дальше не знаю не стоило мне возвращаться ой давай не надо ну я рада что ты вернулась если я поищу чем можно промыть рану спасибо спасибо я так больше не могу смысле тебе лучше да да дерьмовый день нам нужно идти дальше есть ты нормально себя чувствуешь что мне не помешало помощь с пикапом да конечно настрой я подожду тебя снаружи а вот и ребенок я посмотрю за ним клем будь осторожна что мне не нравится эта фраза будь осторожна давайте нам в коробке лежал по ходу давайте перерыв сделаем да быстро не продолжим смотрел трудно